ДВХАП.РУ ДВХАП.РУ Есть основания утверждать, что они проголосовали. Протоколы голосования по этим домам. У вас есть понимание, что 28-й и 30-й дом проголосовали? Давайте подпись. Вот 30-й дом сидит старшая по дому. Вот она сейчас встает. Скажите, как вы проголосовали? У нас такие люди, я вам открывала дверь, с молодой девушкой из первой квартиры, которая мне заявляет, а я не хочу голосовать за эту компанию. Я буду ходить с ними. Ну как это так? Дом проголосовал, 80% уже есть. Зачем ходить, забивать мозги людям? Зачем вы это делаете? Если вы говорите, что 80% вашего дома проголосовало за строение развития, простор не наберет этих 50%. Так понимаете, какая ситуация? Как он не наберет, подождите, как он не наберет, если они тут же идут, забивают бабушкам головы и бабушки соглашаются? И проводится очное собрание, проводится заочная часть. Кто-нибудь, коллеги, вот сидят все, да, старшие по домам, кто-нибудь видел уведомление о проведении собрания официальное за 10 дней в подъездах на информационных досках в вашем доме с компанией простор? Нет, не было ничего. Десять домов уже изъявили желание работать с нами. Сейчас будут все эти факты, они фиксировать, да, и выяснять, разъяснять, кто правомочен, в каких там моментах произошли вот эти нарушения. Твертое придет голосовать, если вы продолжите так же расписываться, вот в этих анкетах, бюджетах, мы сейчас пытаемся выяснить отношения между двумя компаниями. Если у собственников будет такое отношение к своим голосам, там, или к волеизъявления, или будет такое допускать, или у нас здесь будет такое, и придет и третья компания. Вот сейчас выйдет репортаж по губернии, к нам же обращались там уже около там трех, там, пяти компаний, которые хотели, мы сказали, ребята, у нас здесь работают, мы пытаемся выяснить ситуацию с двумя, да? Все решалось, Мира, мы не против конкуренции, мы не отказываемся, вот там, да, она должна быть здоровая, и все-таки в конечном итоге жители должны сделать выбор, это их выбор. Вы не берете, вы не вешаете, у кого-то, а мне лапшу не надо вешать. Да вы сами себе вешаете. Указ Светоч, который не занимается абсолютно никакой работой, ни ремонтами, ни вывозом мусора, ничем. Поселок завален мусором, везде в подъездах грязь и разруха. Жители недовольны. Жители недовольны, решили сменить компанию, пришли две компании. Одна пришла три месяца назад, кажется, ну и проводит работу, да, эта пришла три недели назад, УК Строя и Развития, а, УК Простор, пришла три недели назад. Никаких оповещений, никаких собраний, никакой работы с людьми, но однако подписи у всех уже собраны, да. Найти нарушение, донести до компании, что не нужно действовать незаконно, что нужно что-то сделать, чтобы все-таки голосование прошло законно. Надо сказать, что, уважаемые жители, не поддавайтесь на агитацию и мест в любую управляющую компанию. Не так просто инициатору провести собрание. Мы должны быть в инфекции, какие-то документы. Потому что здесь сложилась такая практика на этом поселке, что многие люди, к сожалению, с тем, что у них годами ничего хорошего не делалось, или просто отдавали деньги управляющей компании, они уже привыкли к тому, что, ну какая разница, кому нести денег, чтобы платить, никогда ничего делать не будет, то есть у них такая политика. И еще, к сожалению, они старшие по домам, это, конечно, очень уважаемые люди, но они не могут решать за весь дом, чтобы состоять за всех собственников. А многие потом нам после этого обращаются и говорят, что мы не хотим и не желаем. Одна управляющая пришла компания, рассказали, да. Совершенно разумно рассказывает управляющая компания о встречах с населением, да, то есть они разъясняют, что говорят. Но если вторая управляющая компания, как они говорят, подписывает голоса, людей же никто не заставляет и под долом пистолета не заставляет ставить свою попись. То есть люди тоже добровольно это делают. Значит, у них тоже есть какие-то, так скажем, инициативы, есть какие-то... Убрать, чтобы вылачивать никакой травмой. Что? Не знаю. Ну, в общем, у них есть то, для чего они это делают. Потому что если человеку это неинтересно, они этого делать не будут. Убирающая компания, чтобы пока вот это... Потому что здесь просто скандальная ситуация. Народ-то почему митингует? Потому что он просто не понимает, что происходит. Когда человек не понимает, ну это психология, он когда не понимает, он начинает шуметь. Они же шумят не потому, что им незаконно что-то с ними делать. Мы еще с вами закон не видели, мы не видели документы ни одной компании, ни другой. Но крики стоят ужасно, потому что люди просто кому-то сказали не так, на кого-то посмотрели не так. Куда-то пошли не к тому соседу, которого они любят. Это, ну, психологически нормальные совершенно рабочие моменты. И, к сожалению, у нас в России это будет еще долго. Очень жаль, что в таком маленьком поселке... Это когда мы смотрим Москву и другие регионы, да, где 400, 500, 700 квартир. И там в одном подъезде ТСЖ здесь управляющая компания, да. Но в таком маленьком поселке, чтобы вот так... Ну вот конфликтная ситуация.